всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео мы сделаем коррекцию моей работы клиентка отходила с этим покрытием в течение трех с половиной недель и сегодня пришло время все это переделать могу вам сказать что этот дизайн относился очень хорошо клиентке он очень понравился и совершенно не надоел ссылочку на это покрытие я оставлю в описании сначала наношу антисептик на ручки клиента и после этого приступаю к снятию материала использую керамическую фрезу кукуруза с синей насечкой сайта алиэкспресс ссылочку на нее я оставлю также в описании под видео работаю здесь я примерно на 25-30 тысячах оборотов здесь у меня был камуфлирующий герлак поэтому снимаю материал я достаточно аккуратно так как камуфлирующий герлак у меня быстренько заканчивается и его не всегда видно когда мы его снимаем поэтому у меня обязательно под камуфлирующим герлаком было небольшое выравнивание базы для того чтобы скажем так сделать подложку чтобы когда я снимала материал мне можно было вовремя остановиться снятия материала здесь заняло у меня достаточно большое количество времени не очень я люблю снимать какие-то камуфлирующие герлаки кое-где мне необходимо было убрать совсем маленькие отслойки и моя клиентка пожелала немного заузить свои ноготочки делаем мы сегодня форму зауженный миндаль сначала я пилю с одной стороны затем с другой иногда переворачиваю ручку клиента чтобы посмотреть на ровность моей формы и обязательно сравниваю нижние параллели таким образом моя форма становится еще изящнее для того чтобы мне сравнять нижние параллели необходимо поставить пилочку под ноготок и проверить не провисает ли у нас ничего далее я прохожусь по поверхности таким образом я убираю естественный глянец натуральной ногтевой пластины приподнимаю кутикулу апельсиновая палочка раньше на данной клиентке мы выполняли только классический маникюр но теперь она перестала бояться аппарата ну или в принципе какие-то болевые ощущения у нее ушли и мы при перешли уже комбинированного маникюра использую я здесь очень безопасно как мне кажется фризу это фреза пуля с красной насечкой совершенно нет у нее никакого пузика очень безопасный кончик пропилить ей ну практически невозможно работаю здесь я примерно на 15 тысячах оборотов аккуратно приподнимаю кутилку также помогаю себе щеточкой для смахивания пыли для того чтобы мне было видно где еще мне что нужно допилить я как бы выметая всю нашу пыль из под кутикулы обязательно прохожусь по боковым валиком сегодня у нас в планах сделать еще средний ноготок поровнее он здесь растет очень вправо мы его решили немного повернуть с помощью полигеля также сделаем очень красивый нежный дизайн и хочу оговориться данный маникюр я выполняла аж 29 сентября поэтому скоро на моем канале появится серия видео на данных ручках подписывайтесь выполняю средств помощью кусачек они у меня от silver star с рабочей поверхностью в 4 миллиметра очень люблю данные кусачки у меня и двое прекрасные кусачки хорошая за . я их также уже один раз затачивала и думаю что где-то через полгодика мне нужно будет их снова заточить конечно же лучше всего работать заточенным инструментом когда я только начинала свою профессию мастера маникюра то я работала совершенно не профессиональными кусачками и когда у меня появились вот эти кусачки я была очень счастлива мой маникюр сразу стал получаться гораздо чище и шлифовку я выполняю по сухому очень мягким розовым полировщиком в целом на этой клиентке я работаю очень аккуратно для того чтобы не причинить ей никаких болевых ощущений мне очень нравится выполнять на ней комбинированный маникюр мне кажется что ногти получаются гораздо аккуратнее и кутикула и срез нежели когда мы делали с ней классический маникюр в своей работе я буду использовать обезжириватель от артекс и бескислотный праймер от just nail вот такой полигель от girl to girl прозрачный раббор базу от тенейл финиш для гирлака от vogue он без липкого слоя камуфлирующий гирлак номер 14 гирлак от rosalind номер 55 и от венолиса 15 19 вот такую красивую пластину от beauty big bang xl 092 с веточками также мне понадобится два лака для стемпинга от николь даррии born pretty штамп от born pretty скребок который шел к этому штампу и тоненькая кисточка для начала я предлагаю завершить все пыльные работы и мы будем с вами ремонтировать наш ноготок то есть его немного выправлять с помощью полигеля для этого я нанесла обезжириватель праймер тонким слоем наношу базу и после просушки ставлю комок полигеля и с помощью апельсиновой палочки и обезжиривателя начинаю разравнивать наш полигель мне необходимо сделать ноготок ровным поэтому с левой стороны я докладываю наш полигель и перед просушкой я обязательно пройдусь под полигелем снизу ноготка чтобы полигель немного мне приподнять таким образом у меня получилось и укрепление ноготка и мы его визуально выровняем раньше мы это с клиенткой делали но потом как-то уже перестали выполнять такую процедуру и перешли на другую форму следующее видео как раз будет об этом после просушки снимаю липкий слой полигель я сушила 30 секунд для прозрачного полигеля это как раз хорошее время для просушки и далее с помощью пилочки начиная придавать форму нашему ноготку обязательно пилю сверху для того чтобы сравнять мне переход от полигеля к натуральному ноготочку не забываю сравнивать наш ноготок с остальными пальчиками так как он в конце не должен у нас отличаться от тех ноготочков которые мы никак не исправляли снизу у меня получилось хорошо выложить полигель и ничего выпиливать не пришлось напишите в комментариях на каком этапе вы исправляете либо ремонтируете ногти до маникюра или как я после на остальных ноготках я делаю обычное выравнивание базой не знаю почему я в тот момент не использовала гель возможно нужно было на такой длине делать только выравнивание гелем но раз у меня в руках оказалась база уже никак я это объяснить не могу потому что видео снималось в конце сентября как вы думаете база справится с выдерживанием такой длины или все-таки ногти могут где-то сломаться напишите в комментариях моя клиентка уже пришла с идеей дизайна я ее немного переиграла и мы с ней воплощаем это в реальность на некоторые ногти я наношу гирлак от венолиса здесь мне можно было взять широкую кисть и нанесение было бы гораздо быстрее но почему-то я решила воспользоваться тонкой кистью поэтому делаем уже то что делаем я наношу гирлак в два слоя с промежуточной просушкой помогаю себе хорошо подравнять материал под кутику и далее я уже когда тот ноготок у меня просох покрываю мизинчик здесь у меня гирлак от розалин номер 55 очень яркие ноготочки у нас получаются люблю такие какие-то неординарное сочетание целом кажутся обычные цвета но вместе они смотрятся очень ярко и красиво я вам уже не раз говорила что мои клиенты очень любят камуфляж от нл номер 14 и сегодня не исключение предыдущее покрытие выполнено было также с помощью этого камуфляжа и мы решили не изменять своим традициям и снова нанести его как фон под дизайн гирлак я наношу немного подравнивающим слоем и теперь после просушки нашего камуфляжа снимаю липкий слой и приступаю к основным элементам дизайна сначала я с помощью той же обычной кисточки начинаю рисовать вот такие мазки обязательно все мы с клиенткой прорабатываем иногда я приостанавливаюсь показываю что получается и если ей где-то что-то не нравится то я обязательно подрисовываю далее делаю все то же самое после просушки нашим вторым основным цветом и поверх нашего дизайна выполняю стемпинг если вы еще не умеете выполнять стемпинг то обязательно напишите об этом в комментариях и я сниму отдельное видео вот так повыше и путина в сторону ага обсудили с клиенткой нашу дальнейшую стратегию и теперь поверх первого листочка я отпечатываю уже черным лаком для стемпинга наш второй листочек делать это очень просто главное дождитесь чтобы ваш серебряный лак хорошо высох и рисунок не смазался на воздухе я просушила стемпинг примерно 5 минут и теперь перекрываю топом делаю небольшое выравнивание совершенно никогда не появляются на них кратеры когда я покрываю стемпинг слышала что у многих есть такая проблема но я с ней еще ни разу не сталкивалась после просушки топа я прохожусь по торцам ногтей пилочкой таким образом торцы получаются еще изящнее подписывайтесь на мой тикток там я готовлю блюдо из простых продуктов также тестирую свои материалы из ногтевой индустрии а вчерашнее мое видео набрало больше 37 тысяч просмотров ну и вот такой результат у нас получился очень яркие и красивые ногти ну а если вам было полезно и подписывайтесь на мой канал обязательно подписывайтесь на мой ногтевой инстаграм и тик ток до новых видео пока пока